Я вам обещала показать гель лаки с хром эффектом от этой же торговой марки и давайте же посмотрим как выглядят эти хром эффекты на ноготочках. Это гель лаки на водной основе и они сохнут на воздухе, но для того чтобы ускорить процесс дизайны можно помещать в лампу ультрафиолетовую, там тепло и гель лаки высохнут быстрее, но не только в ультрафиолетовую, но и в гибрид лампу тоже. Для того чтобы эти гель лаки работали хорошо, выглядели красиво, их нужно обязательно хорошенечко взболтать, для того чтобы размешать весь пигмент, который находится в пузыречке. И давайте же это сделаем. Не каждая торговая марка может похвастаться тем, что у них в пузыречках с хромами есть шарики для того, чтобы легче было перемешивать материал. Если вы хотите, чтобы на ноготочках у вас было что-то наподобие минус, то есть идеальная гладкая зеркальная поверхность, то вам нужно наносить гель лаки с хром эффектом на идеальные ноготочки. Поверхность ноготочков должна быть идеальная, поэтому нанесите сначала базовое покрытие, высушите, затем топ без липкого слоя. Если у вас топ с липким слоем, то перед нанесением хром эффекта обязательно удалите остаточную липкость. Вам нужно наносить хром эффект на обезжиренную поверхность ноготочков. Это очень жидкий материал, находится в бутылочках по 5 миллилитров и я думаю, что это очень удачная расфасовка, потому что маленькие пузыречки эти закончатся тоже очень-очень скоро, потому что расход этого материала минимальный. Номер, который я держу сейчас в руках, 11, называется серебро. Я специально взяла прозрачный типс, для того, чтобы можно было посмотреть укрывистость этого материала. После того, как хорошенечко размешала хром, наношу на ноготочек. Очень плотный материал, наносится легко, но наносить нужно быстро, потому что сохнет на воздухе. Нанесла в один слой и буду ждать следующий золотой хром, номер 12. Этот золотой, прям настоящий золотой, он не уходит в ружину, в желтизну, он прям настоящий золотой. Несмотря на то, что покрытие сейчас такое неприглядное, абсолютно не хромовое, нужно, конечно же, подождать. И мы будем ждать следующий цвет, номер 13, называется романс. Красивый, нежный, розовый цвет. Снова ждем номер 14, называется рубин. Если честно, то кисточки длинноватые, наверное, нужно немножечко их сделать покороче, потому что они играют во время нанесения, хочется нанести быстрее. А они, эти кисточки, такие подвижные, хочется немножечко попушистей и покороче. И снова жду. Следующий цвет называется лагуна номер 15. Такой красивый лазуревый цвет. Жду. И последний цвет, который есть у меня, называется хром изумруд номер 16. Ну, на мой взгляд, это не изумруд, это ближе зеленый. Ну, видите, у каждого понятия изумрудный разные. Для меня это не изумрудный. Ждем полного высыхания. Вот так выглядит золотой, который я наносила в один слой. Он уже высох и можно продублировать. Идеальная, ровная, гладкая, зеркальная поверхность. Но я все же продублирую и нанесу второй слой. Когда наносишь, то совсем не кажется, что ты наносишь такой красивый серебряный цвет. Снова буду ждать. Высох 13 хром романс. Продублирую. Высох первый слой, который называется рубин. Нанесу второй слой. Чтобы ускорить процесс высыхания материала, можно использовать обычный фен для волос. Продублирую хром лагуна. Буду ждать, пока высохнет. Продублирую вторым слоем изумруд. Вот такие красивые получились идеальные зеркальные эффекты на ноготочках. Я нанесла в два слоя. И эффект мне очень нравится. Эффект Минкс полностью. Как будто бы на весь ноготок нанесено золотое или любого другого цвета литье. Но что же делать, чтобы эта красота продержалась как можно дольше? Нужно, конечно же, перекрыть финишем. Иначе это просто смоется с водой, потому что эта красочка на водной основе. Гирлаки, они на водной основе. Поэтому нужно перекрывать обязательно финишем. Либо специальным финишем для хром эффекта, либо другим каким-нибудь финишем, который есть у вас. Неважно какой фирмы, какой торговой марки. С липким слоем или без липкого слоя. Но тогда наносить нужно по одному ноготочку. Очень-очень быстро. Для того, чтобы финиш не успел подрастворить это красивое покрытие. Не испортило внешний вид. Но, в общем-то, быстро-быстро в лампу. И сейчас я буду наносить финиш и быстро-быстро в лампу. Чтобы ничего не испортилось. И еще один маленький секрет. Чтобы хром эффект носился идеально. От коррекции до коррекции. Нужно хорошенечко запечатать боковые стороны и торец ноготочка. И ни в коем случае не запечатывать сам хром. Его нужно удалить с торца и боковых сторон. Если у вас не будет на торце хрома. Не будет по боковым сторонам. То тогда спокойненько запечатывайте финишем. Можно даже на два слоя. И у вас не должно быть проблем с ноской. Ничего не сколится, если вы все просушили тщательно. При нанесении финиша зеркальная поверхность становится еще ярче. Наносим очень-очень быстро. И запечатываем боковые стороны и торец. И сразу в лампу. И, как я уже сказала, по одному ноготочку наносим. И сразу в лампу. Есть еще возможности в гелю лака хром эффект. Это перекрывать их тинтами. И тинты как бы предназначены для этих целей. И у вас появляются дополнительные возможности в дизайнах. У вас появляются еще куча разнообразных вариантов. Которые вы можете предложить своему клиенту. Вы перекрываете хром эффект тинтом. Тинт высушиваете. И затем перекрываете финишем. И такое покрытие у вас, конечно же, будет держаться без проблем. Кроме однотонных покрытий и сочетаний, как я вам уже показала. Хром эффект и тинт. Можно выполнять разнообразные виды дизайна. В том числе и объемные. Это поверхностный дизайн. И выполнять его уже нужно на готовом ноготочке. Будь то гель-лак, либо смоделированный ноготок. Мне понадобится фактурный гель. Творожный мусс. Это от торговой марки Формула Профи. Это специальный гель для объемных поверхностных или даже внутренних дизайнов. Но поверхностные смотрятся куда красивее. Вот такой кипельно-белый цвет. Цвет ноготочка в этом дизайне вообще не имеет значения. Потому что я буду использовать поверхностное перекрытие ноготочка. Нанесу тонким слоем фактурный гель. Распределю его очень-очень тоненько. И постараюсь равномерно. Фактурный гель это нерастворимый материал. Поэтому при коррекции его нужно будет спиливать. Для этого дизайна мне понадобится вот такая кисть стек с резиновым наконечником. Которую я приобрела на Алиэкспрессе. Теперь при помощи нехитрых движений сообразим какой-нибудь дизайн. Эта кисть умеет резать, умеет вытирать, умеет протягивать. Она очень много что умеет делать. Продолжение следует... Этими гелями и этой кистью можно играться долго. Но я остановлюсь на этом и отправлюсь в лампу. Возьму несколько цветов гель-лаков с хром-эффектом. Этот называется Лагуна. Этот хром-романс. А это золото. И хорошенечко их болтаю. Гель-краска высохла и имеет остаточную липкость. Но мне надо хорошенечко обезжирить поверхность. Потому что хромы наносятся только на обезжиренную поверхность. А теперь снова дадим волю фантазии. В одном месте нанесу один цвет. Еще один нанесу. Хромы очень хорошо между собой смешиваются, перемешиваются. Создавая новые цвета и новые эффекты. Когда их наносишь, они не выглядят презентабельно. Но это всего лишь первое впечатление. Высушу на воздухе. Высох хром. И получился вот такой красивый зеркальный эффект. Здесь вы можете уже сами решать, добавляет ли вам второй слой или нет. Немножечко продублирую. Совсем-совсем немного. И снова сушу. Высох хром. Вот такой эффект у меня получился. Осталось перекрыть дизайн финишем. Если у вас нет специального финиша для хром-гели. То вы можете перекрывать обычными финишами. Но наносить нужно быстро-быстро и сразу в лампу. Для того, чтобы ваш финиш не испортил дизайн. Чтобы хром не помутнел, не поржавел. И не потерял свой вот такой красивый глянец зеркальный. Не забывайте заглядывать в инфобоксики. Там есть для вас скидочка на материал от формулы профи. Обязательно ей воспользуйтесь. Потому что она действует только до конца августа. А я с вами прощаюсь ненадолго. Мы с вами увидимся в новых видео очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. С вами Светлана Соколова. Вы на моем канале. И добро пожаловать. В моих руках вы сейчас видите два материала от торгового...